Банковский счет заблокирован из-за подозрительной деятельности. У вас должна состояться очень важная сделка, обеспечивающая стремительное развитие вашей компании, но специалист швейцарского банка, с которым вы работаете, не готов сотрудничать с вами. Он постоянно задает новые вопросы и требует все больше и больше документов. Он мешает осуществлению вашей сделки. Вы теряете время и репутацию в глазах своих контрагентов. А теперь ваш банкир сообщил, что ваш счет в швейцарском банке заблокирован из-за подозрительной деятельности. Это полная катастрофа. В этом видеоролике вы узнаете, как действовать в такой ситуации и как заключить такую сделку, несмотря на все трудности. Здравствуйте. Я Энцо Капуто из SwissBankingLawers.com. У клиента из России, ведущего международную коммерческую деятельность, есть за пределами Швейцарии несколько офшорных компаний. Счета которых открыты в швейцарском банке. Некоторые важные документы, составленные на русском языке. В этом банке никто не может прочесть договор на русском языке. Выясняется, что сотрудник банка, отвечающий за соблюдение требований законодательства, не может понять экономическую основу этой сделки, поскольку он не знаком с конкретной сферой бизнеса. В соответствии со швейцарскими законами, направленными на противодействие отмыванию денег, экономическая основа сделки должна подтверждаться только документально. Незаинтересованное третье лицо, например, аудитор, должен понять схему сделки, основываясь только на этих документах, без всяких устных пояснений. Таков закон. А вот очень важный совет. Документы должны быть собраны и представлены в банк до, а не после осуществления сделки. Я звонил в банк. Я разговаривал непосредственно с сотрудником, отвечающим за соблюдение требований законодательства, чтобы выяснить, что случилось, и понять, насколько критична ситуация. Другие юристы пишут длинные письма. Я действую намного быстрее. Я беру телефон и немедленно звоню. Клиент сидит рядом со мной. Вместе с клиентом мы составляем диаграмму, отображающую движение денежных средств, и в короткий срок составляем пояснительную записку, разъясняющую сложившуюся ситуацию. Самые важные соглашения переведены на английский язык. Мы предоставляем в банк схему сделки и диаграмму, отображающую движение денежных средств. Блокировку со счета снимают, и сделка незамедлительно осуществляется. Мы действовали быстро и успешно. Если вы занимаетесь так называемым торгово-финансовым бизнесом, вам следует работать с банками, специализирующимися на этом виде коммерческой деятельности, а не с банками, которые занимаются только управлением финансовыми ресурсами. Вам необходимо работать с банком, который знает ваш географический регион и конкретную сферу бизнеса, в которой вы ведете деятельность. К слову сказать, я посоветовал своему клиенту сменить банк. Если он в дальнейшем будет работать с банком, который не знаком со спецификой бизнеса клиента, «Есть риск, что сведения о моем клиенте будут переданы в Берн, в канцелярию управления по противодействию отмыванию денег». Если вы занимаетесь торгово-финансовой деятельностью, вам следует работать с банками, знакомыми с этой сферой бизнеса, а не с банками, которые занимаются только управлением финансовыми ресурсами. Этот случай встречается очень часто. В таких ситуациях мы очень быстро находим решение. Почему? Это объясняется очень просто. Мы не пишем стопки писем, не тратим зря время своих клиентов. Мы решаем проблему оперативно, излагая ее открыто в ходе личной встречи с сотрудником банка. Если вы не в восторге от сотрудника банка, с которым вы работаете, звоните по номеру плюс сорок один сорок четыре двести двенадцать сорок четыре ноль четыре. Обратитесь за помощью к нам прямо сейчас. Мы избережем ваше время, деньги и нервы. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Прекрасного вам дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...